А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко. Пить из блюдца не хотят. В подъезде дома вот эта кошка родила трех котят. С тех пор они здесь и живут. Котята, как в стихотворении, действительно немножко выросли. Отродуем всего месяц, но из блюдца пьют охотно. Да и вообще малыши здоровые и бойкие. Только вот живут они в коробке на лестничном пролете пятиэтажки. Обитатели дома относятся к жилищным трудностям многодетной кошки с пониманием. Некоторые даже подкармливают семейство. Мы молоко, щец, колбаски, котлетик. Их мама-кошка давно живет на улице и к бродячей жизни адаптирована вполне. Она гуляет сама по себе, а когда воленца надоедает, то заходит в подъезд вместе с жильцами. Но котята слишком маленькие для такого образа жизни. К тому же благосклонность жильцов дома может скоро им изменить. Они начнут скоро выползать и в подъезде гадят. Их могут просто выбросить на улицу. А на улице-то уже зима, холодно. А жизнь на улице, как известно, не сахар. А сколько их поубивают, поубивают школьники. Прямо в тот раз школьник идет и дал ему прям ногой. Я говорю, да что ж ты делаешь-то? Он говорит, а что они ходят, вмешаются? Наша съемочная группа решила помочь малышам. Попробуем найти дом прямо здесь, у жителей этого же подъезда. Добрый день. Здравствуйте. Видно, это и вы вас беспокоит. Скажите, пожалуйста, у вас три котенка живут в подъезде. Не хотели бы взять их себе? Хотела бы, но у меня есть два котенка. Поэтому никак у меня не получается их взять. Моя внучка просит котеночка. Папа, я возьму котеночка. Он сказал, возьмешь котеночка, ты котеночка домой, а я из дома. Никому они оказались не нужны. Людей понять можно, лишние хлопоты. К тому же взятые с улицы животные нужно показать ветеринару. В избежание заражения людей, ну и, соответственно, других животных, которые проживают дома, необходимо принести в клинику и проверить на ряд вирусных инфекций, ну и, конечно же, глистную инвазию и заболевания простейшими. Отчаявшись найти хозяев для наших котят, мы решили дать объявление. Если кому-то нужен четвероногий мохнатый друг, звоните по указанному телефону. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.